Я расскажу одну историю, может быть, ты слышал об этом. Это история о маленьком индейском мальчике. Честно говоря, я никогда не был в племени индейцев, но я думаю, что так оно и есть. Я в детстве много фильмов видел об индейцах. И когда я читал эту историю, я сразу представлял такого шамана, мальчика, разукрашенного. Он, представьте себе, такой мальчик, уже подросток, приходит к вождю племени для того, чтобы научиться истинам. И в каком-то возрасте таких маленьких мальчиков обучают. Ну, поскольку у них нет письменности, поэтому он рассказывает какие-то истории, притчи. И вот у них идет разговор о добрее и злее. И он говорит, представляешь, вот так в жизни происходит. Добро и зло – это как бы два волка. Один белый, а другой черный. Черный волк – это воплощение зла, ненависти, злости, раздражения. Он такой страшный, у него шерсть с дымом стоит. А белый волк – он такой хороший, у него глаза голубые, у него шерточка такая гладкая. Это воплощение любви, заботы, нежности. Вот и вот так вот в мире все происходит. Эти волки постоянно сражаются, сражаются друг с другом. И мальчик слушает, слушает и говорит, да, я понял, понял. И потом белый волк побеждает черного волка. А можно говорить, нет. На самом деле все не так. Побеждает тот волк, которого ты кормишь. Поэтому миф о том, что добро победит зло, которое нам с детства каким-то образом внедряли в голову, для того, чтобы нас склонить к пассивности, уже давным-давно не работает. И никогда, кстати, не работает. Само по себе ничего не произойдет. Само по себе ты никогда не станешь ни здоровым, ни богатым, ни счастливым. До тех пор, пока ты сам не возьмешь ответственность за то, что на тебя важно. И этот тренинг, по большому счету, не о том, чтобы научить тебя чему-то. Я исхожу из того, что ты и так уже давным-давно все умеешь. Я провожу тренинги 15 лет. И за эти 15 лет несколько тысяч человек прошли эти тренинги. И каждый раз, как ты думаешь, кто проходил? И кто приходил на эти тренинги? Те люди, которые уже все умеют. Взрослые, ответственные, здравомыслящие люди, которые уже все умеют. И все, что они сделали в тренинге, они все свои умения начали использовать эффективно в своей жизни. Вот о чем это тренинг. Некоторые называют этот тренинг волшебным пендалем. Это не я придумал, это мне рассказали. Волшебный пендаль, это как, ты знаешь, как надо. Знаешь, что уже пора. И знаешь, что вот-вот именно тебе вот это и надо. Ну почему ты этого не делаешь? И тут в тренинге вдруг ты тебя доходишь, что все. Если я сейчас этого не сделаю, то дальше будет поздно. Причем до такой степени доходишь, что ты начинаешь действовать. А потом возникают различные чудеса. Неужели это так? Кто-то взял, текущую денег заработал. Кто-то вылечился наконец. Кто-то создал отношения. Это внешне выглядит как чудо. Но только какое может быть чудо, если это чудо лежит на диване и ничего не делает. А потом это чудо встало с дивана и пошло что-то сделало. И оказывается, много усилий для этого прикладывать не нужно. Просто всего лишь встать с дивана. Меня еще спрашивают, а как так? Не может такого быть? Основной курс продолжается три дня. Три полных дня. Пятница, суббота, воскресенье. В воскресенье, те люди, которые приходят в пятницу утро, выглядят по-другому. Конкретно выглядят по-другому. Начинают как-то мыслить более глобально. То есть в их жизни что-то происходит. Как это возможно за три дня? Может там какая-то психотехнология? Кодируют, зомпируют. Я тебе скажу одну вещь. Тебя без тренинга закодировали и зазомпировали. Уже давно. Книги, средства массовой информации, телевизор, родители из самых замечательных соображений. И если в тренинге что-то и происходит, то где-то раскодировано. Другими словами, мы спим. Спим и видим какие-то сны. И перемещаемся в этом сне. В надежде, что что-то когда-то изменится. А тренинг это то, что заставляет тебя проснуться. Я думаю, что три дня это достаточное времени для того, чтобы разбудить самого себя, иначе что-то делать. Думаю, что до этого времени и поменьше. Ну, это, наверное, то, что я хотел сказать. Такое глобальное. Если есть вопросы, я на них отвечу. Но до этого. Здесь есть люди, которые тренинджа прошли. Я хочу дать им слово, чтобы они сказали, что-то не было тренинг, и что в их жизни произошло в связи с тренингом. Пожалуйста. Здравствуйте. Что в моей жизни произошло? Небольшая жизнь не произошла. На самом деле закопирована я была до тренинга. Точно теперь поняла. Все умело, но была абсолютно уверена, что мне ничего нельзя. А потом, когда оказалось, что все можно, настолько все стало складываться. Семильная жизнь, как надо. Отношения с детьми, работа. И самое главное, что я дала себе публичное обещание, которое попахивало волшебством. Ну, там казалось, что ждите чудо, пообещайте публичное и ждите. Ну, я думала, в этот момент он меня мало того, что направил, он поверил в меня. Даже, наверное, так, как я сама в себя не верю, кому поверила. Я пошла, это сделала, это произошло, я дала обещание, что министр образования сделал мою методику во все школы Украины. Теоретически это было невозможно, не так, да и практически так. Потому что в аппетитах уходят и это, то ли весной, даже прошлого года. А здесь, если я поставила три месяца, ну, захотелось чудо проверить. Вот просто взять это чудо на слабое. Может оно произойти, или не может. И 31 декабря я познакомилась с министром, и он предоставил мне такую возможность эту методику вести. Он, оказывается, смог это сделать так. Таким образом, есть такой факультетик, который есть не навыки. И все выпускники танцуют сейчас варс. И вот как они только танцуют сейчас, сдадут такой экзамен своеобразный, сразу следующим факультетимом вводят мою методику. То есть это методика мемотехники фермерной памяти. И вам просто радует быть вашим деткам. Помимо того, что учат в школе читать, писать и всему прочему, научат еще, как запоминать образы легко. Ну, не буду, ладно, себе рекламировать. Вот, но смысл в том, что завтра, кстати, удивительно, сегодня... А, еще взяли меня работать в министерстве. И позвонили вот как раз перед самой перед самой презентацией, сказали, завтра вы участвуете в круглом столе. В общем, мы хотим такой же клуб, типа вонлайн, провести во все школы, внедрить во все школы Украины. Называется КБД, клуб бабушек и дедушек. То есть министру приблизительно так 50-60 лет. И он решил, что с ребятами нашего возраста ему будет не так интересно, а ну-ка сделает он такую же еще для своего возраста. Так вот, завтра я участвую в этой презентации. И помимо того, что я свою методику ввожу, еще вот такой вот резонанс получился этого нашего клуба Ватлайфа. Вот. Но я это называю почему чудом? Потому что это только начало. Я вообще ничего не боюсь. Абсолютно. То есть это не страх был какой-то, это была какая-то зажатость, может быть. Сейчас ее нет ни в чем. То есть, что бы я ни делала, я делала это осознанно. Я думаю, что секрет тренинга для меня был в том, что я навела порядок в голове своей, был какой-то хаос, и в меня поверили. И друзья, с которыми теперь я общаюсь, они очень сильно меня поддерживают каждый день. Просто зная, что они есть, зная, что есть казарины, я не могу, ну на меня, честно скажу, ни разу. В принципе, сначала сказала, что было, а потом вспомнила, ни разу после тренинга хандра не нападала. Не потому, что я вот такая сильная или еще что-то, но потому, что я вот продолжаю верить чудо, я его ощутила, но естественно, при условии, конечно, того, что ты трудишься, продолжаешь трудиться. Так что спасибо вам огромное. Я вам благодарю. Здравствуйте. Я немножко с другой стороны расскажу про этот тренинг, про то, какие у меня произошли изменения. Самые главные изменения у меня произошли в личной жизни. Это, ну, фактически у меня наконец-то появилось дело. Ну, у меня появилась семья, полноценная настоящая семья. Семья. Да. Это наладились отношения с близкими людьми, с родителями, с детьми. Это очень важно. И тренинг помог по-другому смотреть на людей, которые вокруг тебя. Появилось очень много друзей. Многие из них здесь находятся сейчас. Что еще дал тренинг? Тренин еще дал такую интересную вещь. На самом деле, быть счастливым очень просто. Смотрел я комментарии. Мы организовывали это мероприятие. Некоторые люди давали комментарии. Что-то их не устраивало, что-то не нравилось. На самом деле, человек сам себя настраивает на то, что ему нравится, что не нравится. И вот видно было, насколько эти люди чувствуют себя, наверное, несчастными. На самом деле, чтобы быть счастливым, много не надо. Вот что помог сделать тренинг и помог понять, что тебе для счастья достаточно очень простых вещей и очень мало.